Я королевский Корги, от Корги все в восторге. Я стану даже круче, чем Бублик и Бандит. Я королевский Корги, от Корги все в восторге. Я супер меда Коржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата! Меня зовут Великий Корг Третий, я самый крутой Корги на Ютубе. Вернее, я пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишитесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, Бандит и Бублик. И они, если чё, за меня впишутся. Друзья, зовут меня Коржик. Если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь назвать меня Коржиком. Коржата, как вы знаете, в последнее время нас задолбали аниматроники. Честно говоря, мы сами виноваты. Вернее, даже не мы с Кексом, а Бандит с Бубликом. Чтобы спастись от кота Сереги, который сделал себе классическую операцию и стал снежным картункетом, они решили вызвать медведя и зайца. А в итоге вызвали Фредди и Спрингтрапа. Знаешь что, кошак, если ты нас сожрешь, ты нарушишь экологию. Что, если мы последние на планете волки и лисы? Да, это что же получится, что в лесу останутся только зайцы и медведи? Бандит ты, гений. Вот кого надо позвать из зайца и медведей. Гениально. Давайте скорее зовите их с помощью хосячьей магии. Хатямба-масямба, зайца-медведь, появлямба. Ядрыть. Это еще кто? Это роботы? А че они такие уставшие? О, ты посмотри, Бонни, какой котик и какие у него чудесные зубки. Фредди! Я же просил не называть меня Бонни. Отныне я Спрингтрап. А зубки и правда зачетные. Сейчас мы тебе их вырвем с мясом, котик. Я не понял, че это было? Вы вообще кого вызывали, волчары? Ну как кого? Зайчика и медведя. Ну а куда взялись вот эти, я хозе. Короче, они взорвались к рожачьей бабушке и, надеюсь, уничтожили кота Серегу. Все дело в том, что по древнему пророчеству всех нас должен был сожрать огромный белый кот. Но мы этого допустить не смогли, и поэтому пришлось импровизировать. Но на следующий день на площадке внезапно появились другие аниматроники. Солнце и Луна. Ну здорово, вонючие псы. Капец, аниматроники Солнца и Луна, текаем. Это что еще за роботы? Стоим от нас надо? Да, ржавые железяки, давайте говорите, что вам от нас надо. Мы хотим пригласить вас в наш детский салп. Спасибо, но мы вынуждены отказаться от вашего предложения. Да, мы уже не малыши, нам уже сексильон миллионов лет. Но это же так прекрасно, снова окунуться в детство, снова почувствовать себя молодым. Да с какого перепугу мы должны хотеть в детство? Нас там мокрыми тряпами лупили за то, что мы кучки на полу оставляли, да, Бубленция? Подтверждаю, отец, мы все через это прошли. Но вас никто лупить не будет, делайте кучки на здоровье. В нашем детском саду есть автоматические уборщики, спрингтрап, например. Ой, не смешите мой хвост, сломанный заяц-робот, в котором спрятан трубачок, у вас уборщик? Да, еще у нас на завтрак дают вкусные оладушки. Хм, оладушки? Парни, а мне нравится эта идея. Может заскучим на пять минут в этот детский садик, посмотрим, что там к чему? Да, и если вам понравится, а я уверен, что вам понравится, вы там останетесь навсегда. Навсегда? Дулечки-пердулечки, я не хочу тусить в детском саду вечно, я в школу собираюсь идти. В школу? А что там делать? Все малыши так хотят в школу, когда тусят в детском саду, а когда приходят в эту школу, то очень сильно жалеют. Я не верю, Хосята, напишите в комментах, а вы с удовольствием ходите в школу, или все-таки разочарованы? Капец, папася, ты смотри, что пишут в комментах, что школа отстой. Может наших подписчиков аниматроники заколдовали? Ну что вы, у нас нет магии, у нас просто самые новейшие технологии, поэтому мы не заколдовали ваших подписчиков, а запрограммировали. Капец, это вопиющееся негодяйство, аниматроники заразили наших подписчиков компьютерным вирусом, и теперь они не хотят в школу, а хотят в детский садик. Скоро вся планета будет хотеть в наш детский садик, и мы заразили этим компьютерным вирусом не только ваших подписчиков, а всех, даже вас. Парни, срочно валим домой, нам нужно проверить, как себя чувствуют наши человеки. Младший человек, очнись, очнись, тебе говорят. Мы встретили аниматроников с солнцем и луном, и они сказали, что заразили всех жителей нашей планеты компьютерным вирусом. И теперь никто не хочет ходить в школу или на работу, а все хотят быть малышами в детском саду. О, а я хочу в детский садик, а там иглузки будут. Капец, младший человек заражен. Младший человек, ответь, сколько тебе лет и как тебя зовут? Меня зовут Тимофей, и мне 4 годика. Ужас! Причем не тот, который я, летящий на крыльях ночи, а ужас ужасный! Хотите со мной поиграть? Нет, мы не хотим с тобой поиграть, потому что ты злой, и забила из у нас нас иглузки. Ой, что это с нами? Мы 100 малышей? Ой, как классно, мне 4 месяца, и завтра пойду в детский садик для малышей хаски. Солнце и луна заразили нас компьютерным вирусом, который проник в наш собачий мозг. Из-за него мы вели себя как маленькие малыши, но мы вроде вылечились. Солнце и луна куда-то исчезли, а потом мы с Хексом внезапно жестоко подрались. А после еще хуже, Каролина заявила Бублику, что она больше не его невеста. Мы с младшим человеком выяснили, что возможно ее аниматроники тоже заразили каким-то вирусом. Причем вот что странно, в игре ФНАФ 9 все по-другому, там солнце и луна это один робот. И они там вроде не превращают никого в детей, и уж тем более не заставляют отменять свадьбы или драться. В реальном мире все намного тяжелее, чем в компьютерной игре. Спасите! Помогите! Это еще кто? Капец! Я боюсь темноты! Так, парни, давайте без паники. Сейчас пойдем смотреть, кто выключил свет и кому там понадобилась помощь. Ничего не видно. Вы что-нибудь видите? Ни фигашечки! Как бы в кучку не наступить. Волосатая сосичка в какую кучку? Которую я сейчас от страха сделаю. Что-то я очкую, парни. И еще и музыка такая страшная, как в фильме ужасов. Это говорит бесстрашный черный лис? Я вот ничего не боюсь. Эй, чудовище, если вы тут, выходите. Вы нас не напугаете. Да, мы самые страшные огромные волки. Никакие ниняши. Опа! Ку-ку, ежики. Ну что, вам понравилось наше представление? Мы так круто запрограммировали Каролину Коржика и Кекса. Так это ваших рук дело. Вы реально дебилы. Вы думали, что введете код антивируса и все исчезнет? Вы уничтожили наш вирус, но не закрыли доступ к вашему мозгу. Так что мы по-прежнему можем управлять любым из вас. С Солнцем и Луной мы расправились с помощью магии подписчиков. Спасибо вам, коржата. Но потом к нам припелся Глэмброг Фредди. Я, если честно, в этих медведях-роботах уже запутался. Коржата, напишите в комментах, сколько версий Фредди существует и чем они друг от друга отличаются. Что это было? Это была только разминка. И если ваши подписчики убрали из этого мира Солнце и Луну, это не значит, что никого из аниматроников здесь не осталось. Говорят, что он добрый в игре, а в реальной жизни нифига подобного. Я вообще думаю, что аниматроники специально сделали такую игру, чтобы мы все думали, что Глэмброг Фредди добрый и всем помогает. Справиться с Глэмброгом Фредди нам помогли наши крутые детки с канала Cool Kids. Одногласники младшего человека, Ксю и Юра, сделали с 7-го бет целую толпу Соников Экзе. Ксю, это что еще за фигня? Это не фигня, это самая сильная армия Соников Экзе в галактике. Они хоть и маленькие, но их много. Так, мне нужен попкорн, я хочу посмотреть, как эти малявки наваляют этим роботом. О, нет! Пожалуйста, не надо! Мы сдаемся и возвращаем вас из нашего мира иллюзий в ваш мир! Фредди и его девушка, девочка и Ю, укакались и свалили. Потом, правда, к ним приперлись Чика и Монти. И мы уже знаем, чем все закончилось. Вы эту серию крутых деток увидите в субботу, но мы вам покажем небольшой спойлер. И, наконец, вчера я получил письмо типа от мамы, которое написало, что будет мне давать на кроманные расходы ежемесячно по миллиону фунтов стерлингов. Мы радостные накупили себе вургеров и стали обзывать бандита и бублика нищебродами. Но выяснилось, что это письмо писала вовсе не мама. А можно еще раз на письмо взглянуть? На штампик почтового отделения. Откуда его отправили? Тут написано, что оно из Букингемского дворца. И тут штампик. Штампик из нашей почты! Чего? Это письмо было отправлено из отделения почты на соседней улице? Ээээ, я не понял, что тут происходит? Похоже, нас кто-то пранканул, брателло. И будет у нас сексилиона миллиона бабок. Опачки, тут вон еще есть надпись с мелким шрифтом. Надеюсь, что вам понравился мой пранк вонючие псы. Скоро увидимся. И подпись. Ваша Ванни. Ванни? Че еще за Ванни? Мам, ты мне это письмо дала. А ты его откуда взяла? Из почтового ящика? Мам, ты че меня не слышишь? Мам. Мам, это че такое? Ты зачем напялила этот странный костюм? А я не твоя мама. Я ее похитила. Меня зовут Ванесса. И теперь ты будешь моим Грегори. Ну что, поиграем? Капец, парни. Простите нас. Мы вели себя как идиоты. Да, мы думали, что стали богатыми. И это нас испортило. Мы больше никогда не будем так делать. Точно. Вы бы себя видели. Вы нас обзывали и издевались над тем, что у нас нет денег. А выяснилось, что никакие вы не богачи. Ладно, мы вас прощаем. У нас есть проблема посерьезнее. Да, Ванни похитила нашу человечиху. А куда так быстро убежал младший человек? Скорее всего, искать нашу человечиху. И где он будет ее искать? Как вообще попасть в мир аниматроников? Коржата, нам нужна ваша помощь. Несмотря на то, что человечиха лупила нас мокрыми тряпками, мы ее очень любим и хотим ее вернуть. Потому что она нам всегда делала вкусные оладушки. Напишите, как мы сможем ее найти и спасти. Где нам найти аниматроников и эту вонючую Ванессу? Пишите об этом в комментах прямо сейчас. Мы проверим каждый ваш совет и покажем в наших ближайших видео. Давайте спасем нашу человечиху вместе. Субтитры сделал DimaTorzok